На очередном заседании депутаты Верховного Хурала рассмотрели вопросы самых разных направлений. Одним из важных вопросов стал запрет на проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в определенных местах на территории республики. Обозначаются места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций в соответствии с новыми введенными изменениями. Это здания и территории речных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, речных портов, пристаней. Здания и территории образовательных организаций, медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, детские и спортивные площадки. Здания органов публичной власти, а также территории, непосредственно прилегающие таким зданиям. В числе первых на голосование подняли вопрос о назначении некоторых государственных деятелей на должности. К примеру, исполняющие обязанности заместителя председателя правительства Тувы Виталий Бартнасады, Мангуш Алик и Олег Лукин успешно прошли испытательный срок и могут дальше исполнять свои обязанности во благо республики уже в должности заместителя председателя правительства. Прошел испытательный срок. По мнению главы республики, он достойен для утверждения этой должности. На обсуждении в комитете было отмечено, что он прошел все ступени руководящей деятельности, начиная с уровня муниципалитета. Поэтому есть просьба утвердить его в этой должности. Рассмотрели вопросы о назначении Чоксуна-Чищена, полномочного представителя республики Тува в Москве, на должность заместителя председателя правительства Тувы. Также депутаты проголосовали за введение нового праздника – Дня камнерезов, 19 сентября. Депутаты. В проект разработан в целях создания дополнительных государственных гарантий сохранения многовекового камнерезного искусства Тувы, ставшего брендом региона. Также для совершенствования механизма передачи творческих навыков массировок камнерезов от старшего поколения к младшему и увеличения сбыта камнерезной продукции в рамках развития туристической индустрии в Туве. Актуальным вопросом повестки дня стало внесение изменений в статью 6 Закона Республики Тува о развитии малого и среднего предпринимательства. Обсудили возможность оказания финансовой господдержки производителям питьевой воды. Мерген Оюн, Владимир Сюртук, Ангар Кюжегет, Телеканал Тува 24.